ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Привет! Как дела? В британской королевской семье вновь разгорелся скандал. В чем проблема? Семья Кембриджей сухо поздравила герцогиню Сасекскую, Меган Маркл, с днем рождения. Написав под фото всех четырех членов королевской семьи, то есть принца Вильяма и Кейт Миддлтон, принца Гарри и Меган Маркл, сухое поздравление, поздравляем герцогиню Сасекскую с ее днем рождения, даже не произнеся ее королевское высочество, то есть ее статус, и также не произнеся даже ее имени, Меган Маркл. Британцы, даже те, которые очень любят семью Кембриджей, отметили сухость и какую-то даже, ну не то чтобы злость, но чопорность. Сухость – это в принципе проявление чопорности англичан. И сделали вывод, что это такое сухое поздравление было в связи с тем, что семья Сасексов недавно поздравила принца Джорджа с его днем рождения также сухо. То есть они написали «поздравляем с днем рождения и много любви и счастья». Типа пожелание такое. Тоже в Инстаграме, тоже под фотографией принца Джорджа. Не вижу в этом ничего особенного. Я считаю, что Инстаграм ведут не сами Сасексы или Кембриджи. Этим занимается какой-то один человек, конечно, с согласием самих семей. Они публикуют некие фотографии, подписывают их. Но как бы я не нашла в этом ничего особенного. Ну да, официальное поздравление. Ну и что, что не произнесли ее титул, ну и что, что не произнесли ее имя. И так понятно, кого они поздравляют. Единственное, что да, фотографию могли бы опубликовать только Меган Маркл, а не всех четырех членов королевской семьи. Но и это не страшно. Просто люди сами как-то начинают будоражить и сотрясать воздух. Мне кажется, там между этими двумя семьями ничего особенного не происходит. Все, ну возможно, там какие-то скандалы, не скандалы, как это сказать, раздоры и ссоры происходят. Но это происходит в каждой семье. В вашей семье такое происходит периодически. Но это не значит, что там кто-то кого-то ненавидит, готов убить, как в свое время произошло с принцессой Дианой. Да, Меган Маркл бунтарка, как и принцесса Диана. Да, Меган Маркл пока что не может перестроиться. Это очень сложно в ее возрасте полностью поменять свою жизнь. Она селебрити, она звезда экрана, она актриса. Ей надо как-то себя выражать. Она привыкла этим заниматься. И чтобы соответствовать королевскому протоколу, конечно, не всегда она будет себя вести правильно. И не надо от нее ожидать чего-то такого. В отличие от Кейт Миддлтон, которая всю жизнь готовилась стать королевой. И по слухам от моих друзей, я не знаю, я не жила в то время там, но она бегала прямо за принцем Уильямом, куда он, туда и она. То есть она всегда желала и мечтала стать принцессой. И она знает королевский этикет. И она англичанка, Меган-американка. Это совсем разные культуры. Я могу от себя сказать, что когда я приехала в Лондон, мне было очень тяжело первые полгода-год подстраиваться. Да, конечно, это через какое-то время приходит, и ты начинаешь понимать правила, ты начинаешь понимать, как вести себя с людьми. Меган очень тяжело. Хотя я тоже, как бы, ну не то что фанатка, восхищаюсь Кейт Миддлтон. Она все-таки, несмотря на то, что она бегала за принцем Уильямом и добилась своего, она ведет себя очень порядочно. Она для меня эталон стиля, красоты и общения с людьми. Да, многие стараются быть похожи на нее, в чем-то себя совершенствовать. Меган Маркл немножечко другая, но тем не менее она имеет свое право на то, чтобы быть популярной среди людей. Британская империя. Да и не только. И за пределами в Америке она очень популярная стала, популярная личность. И многие люди, кого я встречала, которые ждали появления герцогини Сасекской, ну, американцы, я имею в виду, просто мечтали увидеть ее в ее новом статусе, в королевском высочестве герцогини. Честно говоря, я не понимаю, откуда взялась такая война фанатов, я бы сказала, герцогини Кембриджской против Меган Маркл. Возможно, это просто ревность, потому что Меган Маркл стала часто появляться на каких-то титульных листах журнала. Ее часто, ну вот недавно вышел ВОК, где она участвовала редактором этого журнала. То есть она взяла некую сторону жизни герцогини Кембриджской, Катьки. В простонародье мы зовем их Катька и Машка. Кейт Миддлтон – это Катька, Меган Маркл – это Машка. Это так, среди русских. То есть она взяла долю внимания от Катьки и привлекла к себе. На что, я думаю, Кейт Миддлтон абсолютно не против была, потому что она настолько устала. Это кажется, что... Ну что она делает, да? Выезжает там на какие-то мероприятия, здоровается с людьми, улыбается милой всем, машет ручкой. На самом деле даже такое, такая деятельность очень тяжелая. И под конец дня ты реально устаешь. Особенно от общения с людьми, когда тебе надо достаточно много общаться. Причем на темы, которые ты иногда и не знаешь. То есть это надо готовиться. Я бы сказала, это все-таки тяжелая работа. Даже просто куда-то поехать и где-то там час протусоваться, образно говоря. Да, у них выделена дорога, их возят в кортежи, полицейские мотоциклы охраняют их. Да, у них приоритет, да, у них много времени сохраняется, благодаря тому, что они не стоят в пробках, пользуются вертолетом, если им там надо куда-то вылететь в другой город или летать самолетами. У них есть на это право. А эти скандалы, мне кажется, они просто смеются над всеми людьми, которые вот раздувают из любой истории некий такой скандал. И говорят, пусть про нас говорят, пусть про нас пишут, что угодно. Официальная пресс-служба Букингемского дворца не дает никаких комментариев на этот счет, естественно. И как бы за счет этого, за счет публикаций, за счет этих вот скандалов раздувается все больше и больше интерес к этим двум семьям, помимо самой королевы. Ну и, конечно же, Диана еще остается там на горизонте, идут некие сравнения Меган с Дианой. Но на самом деле я не думаю, что там что-то такое серьезное. И за счет всех этих скандалов просто королевская семья зарабатывает больше денег, привлекает больше туристов в Лондон, продает больше кружечек с их фотографиями. И какие-то мероприятия, в общем, на все это, это все им воздается в деньгах. Поэтому то, что они там потратили 2 миллиона на какие-то там платья или аутфиты, чтобы выйти в свет, чтобы вы их увидели красивыми на фотографии, мне кажется, это все вами же не окупается. Ничего страшного там не происходит, скандалы бывают везде, так же, как и хорошие душевные мероприятия. Думаю, что там все в порядке, и они живут весело и счастливо. Да, они разъединили два дома, но кому хочется жить вместе с другой семьей по правилам именно той семьи, где они жили, в Кенсингтонском дворце. Да, они уехали в другой дворец, и там спокойно живут себе. Единственное, что недавно, опять же, такие тоже как скандал представили. Они попросили соседей там, где они живут, чтобы те не ходили вокруг да около, не спрашивали, покажите нам принца Арчи, мы хотим видеть, мы же соседи. А с какой стати? Они хотят жить приватно, они не хотят никому показывать, если это не публичное какое-то мероприятие, куда они берут Арчи, то с какой стати? У них закрытая приватная резиденция, где они имеют право спокойно жить своей семьей. Если они захотят, они вам его покажут. Если они не хотят, то, пожалуйста, не тревожьте их. Опять же таки, недавно в газете The Times, вот она у меня тут с собой, это одна из моих любимых газет, потому что она считается более аристократичной. Ну, не знаю, все-таки тянешься к высшему обществу, чем к высшему. Потом расскажу, в чем отличие газет по названиям, кто их читает и так далее. Это в моем одном из последующих роликов тоже вам расскажу. Но вот недавно в этой газете прочитала про то, что принц Гарри и Маган Маркл не собираются заводить более двух детей, потому что они не хотят плодить их. То есть, так как земля перенасыщена людьми, они хотят показать своим примером тем людям, которые на них смотрят, что не надо плодить много детей, иметь трех, четырех, пятерых, шестерых, как в Индии, в Пакистане или в других странах, в Китае, допустим, сейчас опять разрешили иметь более одного ребенка. Так, они не хотят, значит, перенасыщения. И хотят показать своим примером, вот тут статья Джили Скоран, и хотят показать своим примером, что не надо, если у вас нет денег, возможностей, или просто как бы... У них-то есть и деньги, и возможности, и понятно, но просто как бы показать тем, кто рожает без какой-либо задней мысли, что земля страдает уже от перенасыщения людьми, поэтому происходят всякие ураганы, смерчи, землетрясения, и люди гибнут от этого. Ну, то есть, ну, как бы вот этот вот автор, он написал, могли бы что-нибудь другое придумать, потому что, ну, это смешно просто, что принц и принцесса не могут себе позволить более двух детей, потому что вот благодаря им земля станет более свободной от людей. Нет, они просто своим примером, может быть, заставят задуматься тех людей, которые плодят и плодят. Я не говорю про наши российские семьи. Если как бы есть возможность обучать детей, есть финансовая возможность, это без проблем, но очень много плодится людей, которые не имеют даже воды. Вот в Индии, допустим, у них уже заканчивается вода. Чем они будут кормить и поить этих детей, люди не задумываются вообще. Ну, как бы, типа, они хотят привлечь внимание к этой проблеме. Но этот автор говорит, ничего подобного, просто Мэган уже стара, типа. Ей уже 38 лет, и, ну, вот на данный момент у нее есть один ребенок, если даже сейчас она забеременеет, у нее будет второй ребенок к 40 годам. Ну и что? В Британии, допустим, вот я недавно читала статистику, не как у нас, у них средний возраст, женщина, которая рожает в первый раз, 30 лет и 4 месяца в среднем. Это статистика Минтал, я ее пользовалась в университете, и вот недавно решила посмотреть, из-за этой статьи, старали Мэган. Нет, Мэган в самом соку, и может рожать еще 3-4-5 детей. Но они считают, так не надо. Значит, а еще эта статистика показывает то, что женщины, которым до 20 лет, рожают в год где-то 22 тысячи детей, а женщины, которые от 40 лет, рожают в год 29 тысяч детей. То есть, в Британии, старородящие матери, это нормально. Не то, что у нас. Ну да ладно, дальше. Что он еще говорит? Он говорит, ну могли бы придумать другие какие-то идеи, типа, когда их будет трое или четверо, нам уже не придется кататься в машинах бизнес-класса, или там, супер-класса, нам придется покупать минивэн. Ну так, типа, он с юмором пишет. Или еще какие-то другие причины. Например, он пишет, никто больше вас не будет приглашать к себе в гости, потому что у них недостаточно будет свободных кроватей. Или это будет очень сложно забронировать стараний столик, потому что столик обычно на четырех людей. Еще он пишет, что рождая третьего ребенка, вы теряете как бы второго. То есть, внимание на второго очень мало уделяется, поэтому третий ребенок, типа, будет лишним. Ну и очень много всяких других причин. Да, что он еще пишет про Катьку, то есть, про Кейт Миддлтон, Кэтрин Миддлтон, что она будет рожать еще и четвертого, и пятого, возможно, уже беременна четвертым, потому что прошли некие слухи в прессе. Сама герцогиня сказала, она бы с удовольствием, но Вильям уже против. Но, тем не менее, мне кажется, опять же таки, это был такой слушок или скандальчик, что она будет рожать последующих, чтобы трон впоследствии, если не дай бог, что случится с Джошуем, Шарлоттой или Луи, все равно не перешел к Арчи или к принцу Гарри. Потому что следующий, после Луи, на данный момент идет принц Гарри, а потом уже Арчи на королевский престол претендуют. Но, думаю, что принц Гарри и Арчи вообще не претендуют ни на что. Им больше нравится такая светская жизнь, нежели королевская. Все эти усталые этикеты, все это не для принца Гарри точно. Не знаю, каким вырастет Арчи. Надеюсь, что ничего не случится с принцем Джорджем. Ну, очень, конечно, хотелось бы, чтобы Шарлотта когда-нибудь стала королевой. Это было бы очень интересно. Это такой чики гел, такой ребенок, что очень интересно. Она очень много взяла от бабушки. и она очень веселая и интересная девчонка. О ней я тоже буду рассказывать, что я видела и что снимала. Не так много я ее видела, но она классная. Вот. Ну и, в общем, этот автор, который написал эту статью, пишет, я всю жизнь мечтал о том, чтобы у меня было неограниченное число детей, что если, типа, потерял одного, то у тебя еще там 20 штук осталось. А когда, говорит, мы с женой, родили второго, то есть после первого еще было нормально, но когда был второй, мы уже оба поняли, что нам больше не надо. Это очень тяжело. Во-первых, следить за ними где-нибудь, даже в, вот он тоже одну из причин пишет, в аэропорту вы потеряете одного из троих обязательно, а когда у вас двое детей, один держит одного, другой другого. То есть много таких интересных моментов пишет британская пресса, и мне нравится читать такие статьи. Ну так вот, скандалов тут я никаких не вижу, про королевскую семью я буду рассказывать еще очень много, сама я их очень часто вижу, как их поймать тоже могу рассказать, и для туристов, которые хотят увидеть королеву, или Кейт Миттлтон, или Меган Маркл, и для жителей, которые может быть интересуются. я, допустим, интересовалась, но у меня был двоякий интерес. С одной стороны, я люблю королевскую семью, это очень интересно, всегда помпезно и празднично, с другой стороны, я больше всего денег на фотографиях я зарабатываю именно с Кейт Миттлтон, или с Меган Маркл, ну, или с королевы. Вот. Поэтому, как бы, все мероприятия, которые проходят в Лондоне, будут проходить, в какие даты, в какое время, не всегда знаешь, но иногда, вот, если ты не знаешь время, идешь просто тупо с утра и до вечера ждешь. Но стараешься выяснить, там, в каких-то соцсетях или в официальных новостных источниках, что, где и когда будет происходить, и если у тебя есть время свободное, если ты настроен увидеть кого-либо из членов королевской семьи, почему нет? Для меня всегда было интересно выйти из дома и что-нибудь увидеть английское, британское, нежели чем просто сидеть дома и тупо смотреть какой-то телевизор или фильмы или еще что-то. Я всегда любила видеть все, что происходит в британской столице и за ее пределами вживую. Поэтому, у меня есть огромный опыт и я вам о нем тоже буду рассказывать в следующих роликах. Пока на этом все, до новых встреч, увидимся в следующий раз. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok